Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Сегодня я хочу вам рассказать о настройке функциональности в программе 1С. На примере 1С ERP управления предприятием. Программа 1С ERP управления предприятием, разработанная на платформе 1С предприятия 8, содержит значительное количество механизмов, которые упрощают процесс внедрения и дают широкие возможности по настройке преподного решения. То, что в других системах приходится делать путем доработки и переписывания программного кода в 1С предприятия 8 может быть выполнено несколькими клавишами мыши, иногда даже в пользовательском режиме работы, без необходимости модифицировать программу, без изменения ее программного кода. В пользовательском режиме специалист по внедрению может включить или выключить необходимые функциональные лукции, тем самым добавляя или скрывая целые разделы. Также это может сделать специалист с правами администратора. Делается это в разделе МЦИ и администрирование, настройка МЦИ и разделов. Вкратце пройдемся по каждому разделу. Где-то я буду останавливаться подробнее, где-то не буду останавливаться, потому что по каждому разделу, по сути, нужно как бы тоже целый отдельный ролик создавать. Итак, первая ссылочка – это предприятие. Здесь мы указываем, используется ли в программе работа по нескольким организациям. Если только по одной, то эту галочку лучше убрать. И в полях документов, то есть смотрите, давайте посмотрим, например, документ продажи. Допустим, реализация товаров и услуг. Здесь у нас сейчас есть организация, да, поле организации. Мы можем выбрать одну из нескольких организаций, если у нас такие есть. Если же мы эту галочку убираем в нескольких организаций, то что мы видим в документах продажи? Ой, извините. Документы продажи. Открываем документ продажи, допустим, реализацию тоже самое. Мы здесь не видим даже поле организации, у нас к выбору не предоставляется, потому что у нас будет использоваться одна организация. И когда мы будем печатать документ, то там уже будет проставлено, что организация у нас о продаже, да, автоматически. Но к выбору она у нас не предоставляется, потому что в программе она у нас используется одна организация. Вот, вот эта галочка, как бы она влияет на это. Здесь же мы можем выбрать производственные календари по ссылочке соответствующей. Галочка подразделения у нас недоступна к редактированию. И в описании указано, что невозможно отключение подразделений, так как используется переработка на стороне, используется производство, используется учет необоротных активов. То есть, если мы хотим не использовать подразделения в программе, то необходимо сначала зайти в соответствующие разделы и убрать соответствующие галочки, о которых здесь говорится. И тогда эта галка станет доступной, мы можем ее убрать. Также мы можем указать галочку используя, что у нас есть обособленные подразделения на отдельном балансе. И мы планируем использовать эту функцию. В разделе валюта мы можем указать валюту управленческого учета и валюту регламентированного учета. Выбрать из списка. Вот у нас программа предупреждая, что изменять валюту после начала работы системы не рекомендуется, если мы еще никакие документы не вводили, либо вводили, но все равно хотим поменять валюту, то мы отвечаем да и у нас уже тут к выбору предоставляется список валют. Дальше. Следующий раздел – это номенкатура. Здесь у нас тоже несколько подразделов. Раздел учета, единицы измерения, настройка создания сегмента и так далее. Значит, здесь тоже указывается. Если у нас галочка недоступна к редактированию, то есть мы не можем ее убрать, то снизу всегда указано, почему она недоступна, какие разделы нужно зайти и какие галочки нужно снять, чтобы вот эта галочка непосредственно стала доступной. Соответственно, мы анализируем, можем ли мы убрать вот эти функции, которые указаны у нас, и потом убрать эту галочку, либо мы ее все же вынуждены будем оставить. Вот, соответственно, дальше идут характеристики, упаковки номенкатуры. Если мы планируем использовать это в программе, то мы эти галки оставляем. Если мы не будем использовать, то лучше эти галки убираем, чтобы у нас не было лишнего, ну, перед глазами лишнего перегрузки программы не было. Программа будет работать быстрее, эффективнее, вам будет удобнее, если у вас не будут лишние функции указаны. Вот серия номенкатуры у нас тоже закрыта к доступу, да, мы не можем убрать. И здесь указано, почему мы не можем убрать, потому что включена маркировка и так далее. Качество товаров здесь тоже мы можем указать. Это что касается разрезов учета. Дальше, единицы измерения. У нас здесь автоматически указаны какие-то единицы измерения. Мы можем выбрать другую. Если мы не находим в этом списке, то мы можем подобрать из классификатора нажать. Здесь более расширенный список. Вот. И, соответственно, поставить нужную нам единицу измерения. Здесь вот по каждому пункту, как бы, есть, также подобрать из классификатора. И, соответственно, мы можем тут выбрать, поставить галочки, да, и, соответственно, выбрать любую-другую единицу измерения. Единица измерения для отчетов. Здесь указано описание, да. Допустимое отклонение при автоматическом округлении. Тоже здесь описывается. Приводятся примеры. Дальше. Настройки создания. Здесь такие галки, как контроль уникальности рабочего наименования, номенкатуры и характеристики. Контроль уникальности номенкатуры и характеристики по сочетанию значений реквизитов. Вот у нас одна галочка. Недоступна. Здесь описано, почему она недоступна. Другая доступна, но не стоит. Ну, соответственно, вы анализируете и ставите. По ссылочкам вы можете пройти и настроить здесь соответствующую информацию. Вот таким образом. Сегменты. Будем ли мы использовать, ставим или убираем галочку. Настройка поиска и подбора. Здесь тоже ряд галок, которые доступны, недоступны. Указываем дополнительную информацию. Будем ли мы на маникатуре партнеров указывать. И так далее. Драгоценные металлы и камни. Это как бы редко используемые, скорее всего. Если вы не планируете, то лучше убирать такие функции, чтобы у вас не было лишнего в программе. Дальше. Следующий раздел. Бюджетирование и планирование. Если вы будете использовать бюджетирование, вы ставите галки. И соответствующие там определенные другие. Если не будет, то убирайте. Опять же. Здесь достаточно просто. Как бы ничего такого сложного нет. СРМ и маркетинг. Тоже независимо вести партнеров и контрагентов. То есть, к примеру, есть магазин Пятерочка. Вы указываете управленческое наименование Пятерочка. И у этого магазина, допустим, несколько юридических лиц. Вы указываете ООО такой-то и ПО такой-то. И это все как бы взаимосвязано. То есть, в магазин Пятерочка относятся такие-то и такие-то юридические организации. И таким образом ведутся два отдельных справочника. Партнеров и контрагентов. Вот у нас эта галочка стоит. И мы в инциденте администрирования видим справочник партнеров. И справочник. Сейчас мы его откроем, посмотрим. Так, партнеры. И соответствующие здесь контрагенты. У нас указано, что контрагент такой-то, да, привязан к такому-то партнеру. Вот здесь идет привязка, даже сбоку вы можете увидеть, да, вот здесь по ссылочке контрагент. Вы можете открыть и посмотреть, какой контрагент. Здесь уже вот ИНН, КПП, все наименования, да, указаны. Вот, то есть мы видим взаимосвязь. Дальше. Фиксировать претензии клиентов. Здесь вот по ссылочке мы можем открыть виды контактной информации. Можем создать новый вид контактной информации. Добавить, да, копировать текущий, да, создание нового копирования текущего. Можем поменять местами, да. Бизнес-регионы. Так, ставим или не ставим галочку. Для настройки необходимо перейти в раздел сериаловый маркетинг, настройки и справочники. Там у вас будет, как бы, вот у нас галочка стоит, бизнес-регионы. И в разделе сериаловый маркетинг мы можем открыть в настройках и справочниках бизнес-регионы. И вот посмотреть, создать здесь, поменять, изменить и так далее. Внутри там вот указываются соответствующие параметры. Если эту галочку мы не ставим, то, соответственно, этого справочника там не будет вовсе. То же самое касается проектов, сделок. Все необходимое ставим, ненужное убираем. Маркетинг, несколько видов цен. Ценовые группы, ручные скидки, продажи. Тоже устанавливаем соответствующие галочки. Здесь даже можно настроить расписание планов и автоматической очистки сегментов, формируемых вручную. Дату начала, дату окончания. Все необходимые параметры здесь устанавливаем. И у нас идет автоматическая очистка. Если, ну, не нужно, да. Согласование цен. Можем указать ответственных за согласование. Подбираются они из справочника пользователей программы. Здесь есть фон по должностям, да, по ролям. И кто к этим ролям относится, мы можем выбрать и указать, кто у нас ответственный за данный справочник. И согласование цен. Далее вот здесь там китирование. И все остальное тоже, да, ставим при необходимости. Следующий раздел это продажи. Оптовые продажи у нас автоматически используются в программе. Здесь есть дополнительные настройки по оптовым продажам, что касается их достаточно много. Вот. Все их нужно пройти, проанализировать и поставить, либо убрать галочки. Розничные продажи мы можем убрать, не использовать в программе, если, допустим, организация, использовать только оптовую продажу. Розничных у нее нет. Нет ККМ, нет, как бы, чеков никаких, ничего такого нет. Если используются, то, соответственно, мы тут ставим эти галочки, да, что несколько касс, либо одна касса, использователи подарочные сертификаты. Здесь вот по ссылочкам можно перейти и, ну, откроет шаблоны этикеток и ценников. Если используя учет алкогольной продукции здесь тоже, как бы, да, ставим соответствующие галочки. Что касается розничных. Дальше. Торговые представители тоже. Если мы ведем работу через торговых представителей, то эти галки стоят, здесь в соответствующей настройке указываются. Производство довальческого сырья. У нас в данной программе не используется. Мобильное приложение одинных заказов. Если у вас есть такое мобильное приложение, то здесь можно настроить синхронизацию программы с этим приложением. Печать документов. Тоже здесь в соответствующей настройке. По некоторым документам отдельно. Дальше. Закупки. Соглашение договора с поставщиками. Договоры с поставщиками у нас недоступна. Галочка для редактирования. И, соответственно, здесь указано, почему она недоступна и что нужно отключить, чтобы она стала доступна. Чтобы мы могли отключить договоры с поставщиками. Заказы поставщику. Используем, либо не используем. Указываем в соответствующей настройке. Документы закупок. Тоже здесь есть определенные настройки. Те галочки, которые недоступны, есть описание, что нужно отключить в настройках, чтобы они стали доступны. Статусы документов. Вот здесь у нас стоит галочка статуса заказов поставщика. Сейчас посмотрим. Значит, это у нас в разделе закупка, заказы поставщиков. Покажу, где находятся, значит, эти статусы, какие они могут быть. Вот у нас здесь статус. Видите, вот этого поля может быть на согласовании согласован, подтверден, либо закрыт. Вот такие варианты. Если мы эту галочку в настройках закупок убираем, то у нас не будет доступно это поле. И мы просто будем создавать документ, проводить документы. И все. Склад и доставка. Используем ли мы несколько складов? Здесь сейчас указана галочка, что мы используем несколько складов. Соответственно, когда мы, например, создаем документ закупки, создать закупку поставщика, то у нас тут есть поле «Склад», в котором он может выбрать соответствующий склад. Нужный нам. Если же мы эту галочку убираем и считаем, что у нас будет использоваться только один склад, то в документе закупки при создании этого поля вообще не будет. То есть у нас один склад, у нас вот организация есть, там выбор у нас. Мы оставили галочку, что используется несколько организаций. То же самое касается склада. Если у нас один склад, то в документе он вообще как бы не указан. Мы, ну как бы автоматически будет один склад и автоматически он будет в документах во всех там и в отчетах соответствующих. Далее. Доставка. Будем ли мы управлять доставкой, редактировать адреса доставки только в диалоге. Все описание, как бы указано под соответствующими галочками. Перемещение товаров. У нас не используется, у нас все неактивно. И для использования перемещений нам необходимо включить передачу товаров между организациями, разрезе, потенцией, администрированием, финансовый результат и контролем. Вот. А сейчас у нас эти все галки недоступны. Внутреннее потребление товаров тоже мы видим в соответствующей галочке ставим либо убираемых. Сборка, разборка товаров. Обособление комплектующих здесь может тоже вариант выбрать по направлению деятельности, по назначению собираемого комплекта, по заказу на сборку, разборку. Обеспечение потребностей достаточно широкая тема. У нас в программе стоят соответствующие галочки, но настраивать это обеспечение нужно уже непосредственно в разделе склад и доставка. Далее. Производство. Здесь тоже достаточно широкий спектр выбора настроек. Нужно анализировать и соответствующие настройки делать. Переработка на стороне используется либо нет. Ремонты. Производственные затраты. То есть последовательно по всем пунктам надо пройтись по всем этим разделам под разделом и проставить соответствующие галочки. В разделе кадры мы можем убрать вообще галочку использует программу для кадрового учета и расчета зарплаты. И тогда вот эти два раздела кадры и зарплата будут недоступны вообще. То есть их не будет выбор. Если же мы эти галочки ставим то мы опять же последовательно идем по порядку и проставляем все необходимые галки все необходимые настройки в том числе настройка штатного расписания это у нас как ссылочка если мы видим синенькую ссылочку то мы тоже по ней заходим и внутри мы видим тоже ряд галок которые необходимо поставить переставить убрать и так далее вот таким образом далее в разделе зарплата тоже проставляем все необходимые галочки обращаем внимание что есть синенькая такая ссылочка по ней мы заходим и здесь тоже множество галочек разделов переходим по вкладкам отпуска учет отсутствия материальной помощи и в каждом из них нужно проверить и проставить либо убрать необходимые ненужные галочки все это очень внимательно пройти здесь достаточно много если вы перенесли там данные из какой-то другой базы в базу ERP то вы проверяете на соответствие что то есть здесь должны быть такие же настройки какие были у вас в той предыдущей программе вот они должны быть идентичны то есть внимательно смотрим какие там и здесь представляем тоже соответствующие галки настройки казначейство и заморасчеты будем ли мы использовать несколько банковских счетов либо один банковский счет несколько касс либо одна касса это тоже в документах списание с расчетного счета поступление на расчетный счет в расходных кассовых ордерах и приходных кассовых ордерах если у вас нет несколько банковских счетов то этих полей к выбору не будет у вас будет просто автоматически стоять тот банковский счет который у вас основной который есть в программе, и та касса, которая у вас есть в программе, которая основная. Это так же, как с организацией, так же, как со складами. Используются ли заявки на расходование денежных средств, либо сразу же делается списание поступления с расчетного счета приходные расходы кассы в ордер без заявок. Настройки правил лимитирования расхода денежных средств. Здесь достаточно такой, тоже нужно аналитировать, отдельно разбирать. Отдельная тема. Ну и все остальные настройки тоже смотрим. Взаиморасчеты, переоценка валютных средств, либо на дату оплаты и на конец месяца, либо на каждый день месяца делается. Дальше, финансовый результат и контролинг. Финансовый результат. Тоже здесь ставим соответствующие галки, те, которые недоступны. Смотрим, почему они недоступны. Учет товаров. Обратите внимание, контролировать остатки товаров в организации. Желательно, чтобы эта галочка стояла. Она позволяет исключить минусовые остатки, но также нужно смотреть настройки склада. Там тоже должны стоять соответствующие галки, настройки сделаны, чтобы у нас не было минусовых остатков. Возможно, они у нас в течение месяца будут, а в конце месяца они будут убираться. Это если у нас интеркампани используется. Дальше. Целевые показатели тоже. Ставим либо убираем галку. Учет НГС и внешнеэкономической деятельности. Тоже есть соответствующие галочки. Даты тоже. Обратите внимание, нужно проставлять. ВТД. Торговля импортными товарами. Если используется, то мы ставим эти галочки. Есть ли у нас импортные закупки. Есть ли у нас экспорт несырьевых товаров. Внеоборотные активы используются, либо не используются указы. Вот у нас, видите, не используется, программа не дает поставить, так как у нас включена опция регламентированный учет. В разделе регламентированный учет. То есть мы не можем поставить. Здесь у нас запрет стоит. Дальше. Здесь как раз регламентированный учет. Если мы уберем этот регламентированный учет, то у нас станет доступно во внеоборотных активов, пока поставить не используется. Но у нас здесь стоит. Соответственно, мы используем регламентированный учет. Отправляем отчетность. Отчетность у нас тоже есть. Тут некие настройки по отчетности. Сервисные функции. Что касается ручного изменения проводок документа. Сейчас я вам немножко покажу. Допустим, на документе продажи. Мы возьмем любой документ продажи. Укроем. И посмотрим проводки. Гибет-кредит. Вот так он у нас выглядит. Теперь, значит, если мы поставим эту галочку. Ручное изменение проводок. Что у нас изменится. У нас появится галка. Ручная корректировка проводок. И при ее установке мы можем поменять счет. Поменять организацию. Аналитику. Договор. Все, что угодно мы можем поменять. И записать и закрыть. И у нас, соответственно, поменяется. Это все дело. Можем убрать галочку эту. Обновить. Потом. Да. Проводки. Обновить. Вот таким образом. Ну, конечно, делать это нежелательно. Это в случае крайней необходимости. Если какие-то там нюансы есть в организации, то эта галочка дает возможность поменять проводки. Но вообще это делать нежелательно. Упрощенная система налогообложения. Мы вот тут указываем. Да. Про необходимости. Дальше. Международный финансовый учет. Используется или нет. Мы ставим. Проводки по данным оперативного учета. Проводки по данным регламентированного учета. Валюта. Указываем. Загрузить можем модель учета. Выгрузить модель учета. Здесь есть как бы такие опции. Вот, в принципе, мы прошлись по всем разделам МСИ и разделов. Конечно же, все это вкратце. Более подробно вы можете посмотреть в отдельных роликах нашей организации. Либо в другой. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.